Родительство – дело важное. Проблемы, которые возникают у новорожденного, молодым родителям, кажутся важнее, чем все мировые кризисы вместе взятые. Так, простите, минуточку, приму вызов. Боря, я тебя слушаю. Мама, привет. Я сразу по делу. Как стричь ногти человеку на ногах, если пальцы такие маленькие? А они реально мешают? Может, и не стричь их вообще? Они уже даже чуть-чуть загибаются. Попробуйте, пока спит, вот так аккуратненько приоткрыть ножку, чтобы не разбудить. Смотри, мне кажется, что она уже собирается переворачиваться. Переворачиваться? Она очень активная барышня, крайне сильно двигает руками, ногами и головой. Ее надо как-то в этом ограничивать. Вообще-то рано еще, ей даже месяца нет. Ну, я не знаю, я могу ее пеленать, я могу поставить какие-нибудь подушечки, чтобы она не переворачивалась. Ну, если перевернется, то ты не удержишь, конечно. Если перевернется, значит, к этому готова. Честно говоря, я даже не думала, что буду обсуждать со своим сыном настолько всерьез проблемы стрижки ногтей и даже проблемы грудного вскармливания. Я хотел, чтобы он футболистом стал. Страшно было за что? Вздохнуться, может, если перевернуться как-то в подушку. Вы просто колондайк для маркетологов, потому что вы готовы принести из детского магазина вообще все, что там стоит. Если ребенок поел из миски кота, значит, это уже проблема кота. Но у нас собака. Вот там у твоей подружки, у нее ребенок уже здоровее, у него щечки округлились, а у тебя какой-то бледный. Все говорили, что вот, будешь потом не спать ночами, такая вся будешь замученная. Вот сейчас вот месяц пройдет и станет легче. Вот я перетерплю и станет легче, а не станет. Вместе с новым человеком на свет появляются и его родители. Конечно, это те же самые люди, просто в новом статусе. И иногда изменения с ними происходящие пугают их самих. Наш коллега Антон Носов стал отцом буквально три недели назад. Антон, вот что ты замечаешь за собой? Ну, я не испуган, если честно. Не испуган? Нет, только, наверное, чуть меньше сплю. И не за того, что там ребенок сильно плачет, а просто за него больше переживаю. Я до 3-4 утра просто включаю ноутбук, какой-то сериал смотрю влево наушник, а вправо смотрю на ребенка. Вот у меня пока главное такое. Какие-то обязанности появились, которые именно твои, которые у тебя получаются лучше, чем у жены? Да, кормить жену. Кормить жену – это святая обязанность. Мыть полы. Ну, пока, на самом деле, я больше ухожу не за ребенком, а за женой. Так получается. И это правильно. Тебя самого, вот в тебе самом, что-то удивило? Да нет, это когда мне жена, на самом деле, сказала то, что у нас будет ребенок, она мне постоянно предъявляет, что где вот эти слезы, где эмоции. Где умиление. На самом деле, я просто такой «хорошо». Я сказал просто «хорошо» или там, ну, как-то по-английски «окей». Вот. Ну, просто я, наверное, ждал этого. Мы, наверное, уже как-то к этому шли. Вот. Поэтому, не знаю. Это все как бы неожиданно, все неизвестно, но, в принципе, я ездил в детский лагерь оважатом. Поэтому, ну, какая-то там, ну, работа с детьми для меня чуть-чуть знакома. Вот. Поэтому, как-то, не знаю. Нет, ну, ты сравниваешь в лагеря оважатом и новорожденный ребенок, мне кажется, это совершенно несравнимо. Ну, мне кажется, как любой отец, ты можешь отвернуться в какой-то момент, сказать, я села, я спать, жена, давай, иногда разбирайся. Но иногда, нет, просто если, если он прям сильно кричит, я такой, ну, давай, что-нибудь сделаем. Но в основном, как бы, скорее всего, это так получается, что больше ее заботы, не знаю, ее ответственность. Мы недавно выходили первый раз гулять, это вот там прям каждый, смотри, он перевернулся, что такое, я говорю, да это же парень. Что он, сейчас сам вырастет, скоро уже в кола давать. Ну, я к тому, что, ну, я как бы считаю, ну, это ребенок, понятно, что за ним нужно больше ухода, а жена, конечно, пришла медсестра, там какие-то прыщики, сказала, все к одежде не прислонять, только через пеленку. Вот это какие-то такие вещи. Вот. Ты считаешь, что это все лишнее? В общем, я против гиперопеки. Вот мне кажется, это иногда ребенок потом замыкается и очень сильно привыкает к родителям. Если мы слишком гипер его закрываем, ну, мы же как-то выросли, и, наверное, у нас условия были ничем там не лучше. Как мне, у меня было еще два брата, и я уверен, что мама одного держала, второго, третьего, и как бы мы выросли все. Мне кажется, со всем можно справиться, если что, там, спросить совета у взрослых, у родителей, все пройдем. То есть ты ничему не придаешь слишком большое значение? Я хочу, чтобы он футболистом стал. Вот, я пока что придаю. Это важно. Далеко идущие планы. Девчонки, насколько вы погружаетесь вот в эти микропроблемы, которые появляются внезапно, окажутся такими большими? Антон говорил про гиперопеку, я с ним абсолютно солидарна в этом вопросе. Мне кажется, что не нужно, очень, ну, важно относиться к каким-то нюансам, которые, там, где-то лишнюю пыль, ну, фиг с ней, зато мама будет счастливая, чем где-то будет чуть-чуть грязный пол, или собака лишний раз лизнет ребенка. Нормально, можно списать это. Мне кажется, что важнее спокойствие, уют, чем бегать, там, в три часа ночи, из-за того, что ребенка какой-то прыщ на попе вылезли. Какие неожиданные вопросы возникали у вас, как у молодых родителей? На самом деле, многие вещи оказываются не такими, как ты их себе представляешь, потому что теория есть теория, практика есть практика. Вот, например, вопросы с купанием у нас были. Я себе представляла это совсем иначе. Как? У нас вот Кира не очень любит особо купаться, оказывается. А я мечтала, как она будет на грудничковое плавание ходить или там плавать. Раньше, чем ходить. Да-да-да. Вот, в итоге у нас все оказалось по-другому. Ванночка ей неудобна, она не бесится. У нас оказалась в ванне очень большая раковина, мы купаем ее в раковине. Вот, на самом деле, это уже такой более подход без заморочек, но в то же время упустить что-то тоже не есть хорошо, поэтому нужно уделять внимание, но не переусердствовать и слишком сильно глубоко в какие-то вещи не погружаться. Ну и совсем как-то безалаберно относиться. Со сном тоже много вопросов. Есть очень много теорий о том, что очень важно выстраивать режим сна у ребенка. Она у меня выстроила сама себе режим. Какой? Который противоречит нормам. Как говорят, чтобы выстроить правильный режим сна, нужно в 19.30 уходить в ночь в ночной сон. Она у меня уходит в ночной сон в полночь. Но при этом для меня до сих пор остается дилемма, есть ли смысл ломать ребенку его режим, который он сам себе устанавливает, ну, наверное, поддаваясь каким-то своим внутренним биологическим часам. И вот идти по науке. Я пока иду по пути ребенка. То есть как она делает. Ну, посмотрим, к чему это приведет. Диана, у вас скоро появится первый малыш. Насколько вы готовы к его появлению? И был ли у вас хоть какой-то опыт? Младшие братья и сестры? Или какие-то младенцы уже родились у ваших подружек? Могли ли вы до появления собственного ребенка хотя бы где-то посмотреть на младенца вблизи? У меня есть младший брат, но он младше меня всего на 2 года, поэтому опыта как такового нет. Но хожу на занятия, где нам предоставляют теорию, практику. То есть хоть какая-то информация уже есть. То есть школа будущих мам. Да, школа будущих мам, да. И уже чисто теоретически уже знаешь, к чему готовиться. И со спокойной душой уже можно пойти и на роды без боязни. А все молодые родители сейчас считают нужным обязательно ходить на подготовку к родам? Нет, вот мы, например, не ходили. Я как ответственная мать и жена купила литературу как и супруга, так и себе. Вот такую сутку. Действительно, да, так и было. Мы много всего читали. Плюс я покупала курсы различные по материнству, здоровому, покормлению. Вот все эти аспекты затрагивающие. И мне кажется, что, в принципе, этого хватило. Сейчас мы ходим с ребенком на грудничковое плавание. Опять же, какие-то вот такие развлекаловки, если это можно так назвать, йога, там тоже грудничковое плавание, школы мам. Мне кажется, что это больше нужно маме, чтобы разгрузиться, обрести новые знакомства. Круг общения, да. Потому что, в принципе, в принципе, вырасти ребенка можно и без грудничкового плавания, и без йоги до беременных. Дмитрий, а насколько вот то, что рассказывал Антон, близко вам, как молодому папе? Ну, я больше переживал. За что, например? Просто это было необычно, непонятно. И когда даже ребенок переворачивался, это было страшно. Поначалу. Потом привыкаешь спокойно, через неделю, через две вообще даже не обращаешь внимания. Страшно было за что? За что? Ну, допустим, не знаю, там, задохнуться, может, если перевернуться как-то в подушку. У ребенка есть защитные рефлексы. Они врожденные. И если ребенок препятствия встречает, то он поворачивает голову на бок и тем самым восстанавливает свое носовое дыхание. И бояться за то, чтобы ребеночек задохнулся во сне, например, конечно же, такого не бывает. Но сейчас очень много родителей любят использовать бортики с большими, с толщиной, с подушками. То есть, чтобы и ребенок не бился о бортике кровати. Да, исключая травматизм таким образом. К сожалению, именно это становится причиной синдрома внезапной смерти. То есть, поэтому ребенок не может в таком возрасте еще справиться с таким препятствием. И, к сожалению, бывали и печальные случаи. Поэтому всегда педиатр рекомендует минимальное количество использовать в кроватке именно во время сна мягких принадлежностей. А что на самом деле помогает? Вот какие устройства, облегчающие жизнь родителей, вам на самом деле помогли? У нас кроватка без бортиков. Мы тоже к этой теории склонны, что лишнее не нужно в кроватке. Для меня мастхевом стал кокон ортопедический. Мне было очень удобно днем, чтобы она в нем проводила время. Вот сейчас она подвыросла из него. Мы взяли шезлонг такой самоукачивающийся. Видеоняня у нас есть, нам подарили. В принципе, она мне пригождалась. Я не могу сказать, что это прям вот обязательно нужно, но вообще полезная штука, потому что периодически удобно. Я ее оставила спать и спокойно занимаюсь делами, поглядывая, не бегая в комнату каждый раз. Но это вопрос повышенного комфорта, а не такого прям минимума необходимого. Очень еще хорошо помогают игрушки-компаньоны. Мама носит его на груди, пеленочка или игрушка-видео уголка пропитывается запахом матери. И затем, когда необходим дневной сон, мама укрывает эту игрушку, и ребенок очень спокойно пребывает в стадии сна. Ольга Анатольевна, школа родительства, которая работает в Центре доверия, существует уже 20 лет. Как меняются запросы молодых родителей вот за этот период? Они изменились вообще? Ну, скажем так, изменился возраст мамы. На сегодняшний день, ну, для городов 30-32 года, возраст рождения первенца 28-32. Ну, в общем, с точки зрения физиологии поздновато. Да, вот. Ну, наверное, есть какие-то достаточно веские аргументы у тех, кто приходит к рождению ребенка, ну, так, плюс-минус 30 лет. Но зато, наверное, это психологически более зрелые люди. Ну, наверное, есть, да. И менее тревожные. Наверное, правильно, когда будущие родители думают о том, чтобы ребенок родился в нормальных жилищных условиях, да, чтобы семья была обеспечена. С изменением возраста изменились ли вопросы, которыми озадачены молодые родители сейчас? Ну, по большому счету, вопросы, в общем, наверное, те же все. Ну, за исключением того, что, ну, наверное, вот детские магазины, да, вот это вот маркетинг детский предлагает массу новых товаров, в которых очень сложно разобраться, да, и мы тоже на занятиях говорим девочкам о том, что вы просто клондайк для маркетологов, потому что вы готовы принести из детского магазина вообще все, что там стоит, все к себе, но другой вопрос, да, надо ли это? Не всегда все, что предлагает нам индустрия для детей, оно действительно нужно и востребовано. Возможно, возникает у молодых родителей часто чувство вины, вот я не купила себе там... Радионяй. То-то, да, значит, я плохая мать. Так. А на самом деле ребенку прежде всего нужна именно мама, а лучше всего адекватная мама, спокойная мама. Не обязательно приносить себя в жертву, можно получать удовольствие от того, что ты в данный момент мама. И это еще один очень важный момент такой психологический. Часто у нас девочки потом говорят, что вот, ну вот сейчас вот месяц пройдет и станет легче, вот я перетерплю и станет легче, а не станет, потому что придет что-то другое, начнутся, например, колики. Потом она думает, ну вот сейчас пройдет вот три месяца и станет легче, и опять не станет, потому что начнется что-то другое, потому что начнутся зубы, например. Потом опять она думает, ну сейчас вот я сейчас потерплю, а не надо вот это вот терпеть и ждать, когда станет легче. Каждый период предлагает свои какие-то новые вызовы, с которыми надо будет справиться. Поэтому просто выдохнуть, отпустить этот момент и не думать, что жизнь вот сейчас, я сейчас потерплю чуть-чуть и станет прежней. Во-первых, прежней она не станет. Давайте, Наталья, спросим у наших мам. Вы ждете, что станет легче? Когда вам было, может быть, сложнее всего? У меня был страх самый большой, это того, что я лишусь какой-то своей социальной жизни. Я очень активный человек, и для меня было так страшно, что все говорили, что вот, будешь потом не спать ночами, такая вся, будешь замученная. И вот сейчас я понимаю, что не надо никого слушать, вообще в это не надо верить. Мы с Кирой спокойно гуляем, мы ходим в кафе, мы ходим по каким-то делам, какие-то пособия нужно оформить. Я совершенно спокойно все это делаю с ней. То есть я не жду, когда мне станет легче, когда я смогу снова жить там какой-то полноценной жизнью. Я живу с ней здесь и сейчас, принимая новые реалии того, как это мне делать с ребенком. Давайте посмотрим, как у Дарьи это получается. Первый раз мы выбирались, где-то месяц с небольшим ей был. Мы выбрались с подругами на завтрак в кафе. У нас есть такая традиция, мы называем это пафосные завтраки, когда хочется выбраться из дома, из привычной суеты, рутиной. Первый раз сходив, я поняла, что все прекрасно, что можно выбираться. Единственное, что приходится учитывать, заведение, куда ты можешь пройти с коляской, если ты идешь с коляской. То есть вот как здесь есть заходы, небольшие пандусы, куда можно зайти. Или это просто первый этаж, куда можно закатиться. Вообще заведений очень много в городе, куда можно так попасть. То есть можно смело ходить и никаких проблем не возникнет. Можно выбирать разные варианты маршрута. Просто чтобы не сходить с ума в четырех стенах или в одном районе, можно выбрать, если напрягает, что там действительно часто плачет ребенок. Какая разница, где он будет плакать, дома, в твоем дворе или в соседнем дворе. Можно выбраться в лесопарк, в парк, в более безлюдное место, чтобы не самую маму не напрягало, что мой ребенок кому-то мешает. Бывает такое. И все равно выбираться, развеяться, маме станет проще, немножко снять напряжение, даже с теми же подругами поговорить. И еще важный момент про то, как добираться. Лично я этого не знала, меня это пугало. Если не на машине, а вот на общественном транспорте, то как я с коляской зайду там. Оказывается, в наших красных автобусах, которые циркулируют по нашему городу, задняя дверь, ну как задний порог, да, он опускается, он как на воздушной подушке. И если водитель видит, что я подхожу к коляске с дверкой, он подздувает эту подушку, и она опускается практически, как на бордюрчик ты заезжаешь. Для меня это было открытием. Если на автомобиле передвигаться, то, конечно, очень удобно с автолюлькой. Это вообще прям идеально, потому что ты берешь с собой ее, она легко отстегивается, легко приставляется обратно. И рядом с собой ставишь. Удобнее тогда выбирать заведение с диванчиками. На стуле не так удобно размещать. Диванчик рядом с собой ставишь. Ребенок там пристегнут, он никуда не денется из автолюльки. И удобно расположен, все-таки комфортно ребенку тоже там находиться. Потому что такой отдых не должен быть в ущерб ребенку, да, то есть отдыхать должны и мама, и ребенок. Здорово, когда маме удается сохранять социальную жизнь после рождения ребенка. Но вот, наверное, с этим же тоже бывает перебор. Что же, прямо после рождения можно ребенка в кафе тащить? Ну, необходимо пройти период адаптации. Это длится 28 дней календарных от момента рождения. После месяца ребенок более устойчив, считается, к инфекционным агентам. И уже может ознакомиться с окружающим миром более активно. Если особенно проводится грудное вскармливание. Вам никогда не приходилось сталкиваться с тем, что окружающие не очень приветствуют грудное вскармливание в том же кафе? Ну, у меня до сих пор еще такие есть. У самой страхи этого. Потому что, в принципе, это все делается очень компактно и незаметно, с учетом современной одежды, потайных карманчиков. Когда маме ничего и не надо показывать, и нет разницы, держит мама просто вот так ребенка на руках, или она в этот момент его кормит. Я очень часто слышала, свой адрес пока не сталкивалась, а именно рассуждение о том, как это покормить в общественном месте. И когда я говорю, что я пошла куда-то с ребенком, мне говорят, а как же ты его кормишь? Для этого же нужно какие-то суперусловия. Ну, то есть взрослым, условно говоря, есть в общественном месте можно, пиццу ту же самую, например. Это вообще-то двойные стандарты. А маленькому ребенку, получается, нельзя. Тут разграничить просто. Действительно, когда одно дело, все достал на показ, выставил и сказал, вот, я кормлю, это естественно. А другое дело, когда ты делаешь это аккуратно, ну, ничего лишнего не засвечивая, не показывая, я думаю, что вполне допустимо. И ничего в этом такого плохого нет. Конечно, тут важно учитывать, что помимо мамы и для ребенка очень важны впечатления. Ребенок уже даже с самого раннего периода начинает постепенно впитывать мир. И вот для трехмесячного, для двухмесячного тоже должен быть. Определенные впечатления для ребенка уже впитываются. И ребенок даже и внутриутробно, да, мы рекомендуем мамам, когда у них есть, ну, такая потребность, ощущение физически комфорта, входить на выставки, ходить в музей, потому что через... Ой, это, кстати, тоже очень осуждают. Да что он там понимает, этот месячный или двухмесячный ребенок? Хотя современные исследования, да, в перинатальной психологии, наверное, дают четкое понимание, что ребенок даже зачастую может узнавать какие-то музыкальные произведения, да, которые, например, он слышал внутриутробно, об этом тоже очень много исследования проходило. Поэтому мы вправе говорить о том, что любой такой опыт, любые впечатления, опять же, естественные потребности мамы, то есть не надо насильно себя куда-то там выводить, выталкивать из дома. Есть настроение, есть здоровье, есть хороший настрой, вперед. Пошли, посмотрели, впечатлились. И для ребенка это полезно, и для мамы хорошо. Дальше, конечно, очень важная задача для папы. В какой-то момент не просто ожидать, да, когда мама Мускара, так, мне пора отдохнуть, переключиться, а самому проявлять инициативу. Потому что, к сожалению, очень много женщин, которые как-то миновали такие замечательные курсы, о которых мы говорим, которые не озадачились ознакомлением с какой-то литературой, они живут по принципу замечательного произведения Некрасова. Да, есть женщины в русских селениях, в горячую избу войдут, коня на скаку остановит. И что происходит? Женщина не меняет свой режим, женщина живет в такой же нагрузке, и постепенно у нее происходит выгорание, которое зачастую ошибочно считывается как послеродовая депрессия, к которой клинический диагноз не так часто ставится. И в какой-то момент такая женщина находится в полном упадке, и тут уже как раз задача отца вовремя понаблюдать и вовремя сказать, слушай, я вот сейчас посижу, я уже вполне справляюсь, я уже посмотрел, как ты, например, кормишь, ты можешь мне там следить молока, ну, уже в достаточное период, достаточное время. И, соответственно, отправиться спокойно на прогулку, опять же, в какое-то небольшое, да, там, шоппинг, что тоже многие мамы любят делать. И получите это удовольствие. Андрей, но вы же можете еще наблюдать и за собой, как за отцом. Вот сейчас у вас уже трое детей. Каким вы были, когда родилась первая дочь, и вот сейчас, как вы изменились? Определенные переживания, безусловно, присутствовали, и с появлением второго и третьего ребенка мне стало значительно легче, потому что... Можно ли вспомнить те свои первые тревоги? Что тревожило тогда, и что уже не тревожит сейчас? Ну, во-первых, да, это вопрос сна. То есть какой-то период времени я еще постоянно включался на какие-то, так сказать, телодвижения, на какие-то писки, на какие-то схлипы. Потом постепенно появление сына через два года и появление уже через четыре года нашего, сейчас, так сказать, младшего ребенка мне облегчили жизнь. Объясняю, почему. Когда жена, например, уходит на дачу, дача у нас недалеко от дома, поэтому я на какой-то период отпускаю, там, позаниматься цветочками, то старшие дети мне помогают. То есть они прибегут, они покривляются перед восьмилетиями, восьмимесячной моей, так сказать, младшей дочкой, и они отвлекут ее. Опять же, сын, например, значительно раньше пошел на горшок, он быстрее был подготовлен к саду, если у меня дочка старшая, только к трем годам все это так освоила и прям вот прийти к саду все это, так сказать, смогла делать, то сын уже к двум годам спокойно, даже полутора годам он уже делал, но к двум годам он спокойно уже пошел в сад. То есть для него вот эта подготовка к саду и значительно быстрее, потому что он копировал модель поведения, он наблюдал, и ни один взрослый человек никаким своим примером безусловно этим вещам не научит, но это абсурдно и глупо. Поэтому здесь у меня, конечно, есть лавхак к тем обсуждениям, которые сегодня были, в плане того, что почему помогает, мне помогают мои старшие дети. Есть ли какие-то типичные вопросы и заблуждения, с которыми к вам приходят молодые родители, которые вам приходится объяснять буквально каждый день? Всегда хочется сделать замечание той семье, когда мы придерживаемся какой-то конкретной норме, какой-то конкретной книги и не смотрим на своего младенца, ребенка и следуем вопреки всему, скажем так, нарушая его психическое состояние. Поэтому здесь необходимо, конечно же, прислушиваться к педиатру и действовать и действовать в конкретном случае, какой ребенок. То есть больше наблюдать, получается? Больше наблюдать, больше замечать особенности развития, отмечать какие-то конкретные установки именно в данном случае, в конкретном, и для этого ребенка. Не надо придерживаться каким-то нормам педиатрии. Часто возникает не то, чтобы конфликт поколений, но разные взгляды у предыдущего поколения на заботу о малыше и то, что принято сейчас. Бабушки, которые говорят купать в марганцовке, например, или мыть грудь с мылом после кормления, или укропную воду рекомендуют, или что категорически нельзя спать с младенцем, ты его задушишь. Это все сейчас уже отошло, как вот, скажем так, как хвост у ящерицы отвалился. Эпизодически это прослеживается и проскакивает. Где-то, к сожалению, что-то остается в каких-то небольших объемах. Просто важно понимать... Давайте скажем четко, купать в марганцовке не нужно? Не нужно. Укропная вода, врач, скажите нам, пожалуйста. Ни в коем случае укропную воду для младенца мы не используем. Кишечные колики это нормальное становление кишечной микрофлоры, которая не требует дополнительной медикаментозной терапии. Есть еще разные взгляды на тему того, что нужна ли вода в принципе при грудном вскармливании или не нужна? Вот здесь такой вопрос, что если мы с вами находимся в нашей средней полосе, да, это в основном такой прохладный климат, то допаивание водой дополнительно на грудном вскармливании не требуется, конечно же. Если мы пребываем в более жарких условиях, например, жаркое лето, или ребенок, например, начинает температурить, и он просит сам по себе дополнительно... А как понять? То есть прямо вот двухнедельный ребенок может просить воды? Мы это можем понять по признакам, то есть сохнут губы, да, то есть язык, мы видим, что он становится менее влажным в этом возрасте, все-таки слюноотделение довольно-таки повышенное, слеза отсутствует у ребеночка, то есть, конечно же, частое прикладывание к груди компенсирует это состояние, но иногда бывает то есть сведения, что грудное молоко состоит на 90% из воды, и в принципе его достаточно. Я еще раз говорю, не всегда в условиях жаркого климата, например... То есть в случае аномально жаркого лета можно попробовать предложить... Требуется допаивание воды, но это очень редко, это в основном случай исключения, чем за практику взять. Может возникать не только разногласия с тем, как ухаживать за ребенком, но и такие спорные моменты относительно распределения ролей в семье, потому что мама... Вот девочка становится мамой, мама становится бабушкой, она не всегда понимает, в какой момент ей нужно включаться, а в какой момент лучше ей несколько промолчать и остаться в стороне, потому что часто бабушка берет на себя слишком много, она начинает вмешиваться, при этом вот мы говорили про пап, как раз папу лучше привлекать с первых дней, чтобы папа был полноценным участником вот этого, да, заботы о ребенке. Тогда папа будет чувствовать себя уверенно, он будет частью семьи, у него будет большая связь и близость с этим ребенком. Конечно, полностью подготовиться невозможно. Ну, обсуждать какие-то вещи, да, чтобы не получилось, как лебеди, рак и щука, потому что ребенок это все впитывает, эмоциональный интеллект у него развивается, те состояния, в которых находятся его родные, если они постоянно конфликтуют, то это не совсем верные сигналы, которые тоже мы можем все-таки оценить, что повышенная тревожность, которая не соответствует ситуации, она, к сожалению, может увеличить толщину там амбулаторной карточки ребенка, да, и те или иные проблемы, они с измеримым возникают, поэтому большая задача, да, чтобы уровень тревоги он был соответствующей ситуации, то есть он не повышал за счет того, что кто-то начинает говорить, а вот там у твоей подружки, у него ребенок уже здоровее, у него щечки округлились, а у тебя какой-то бледный, или а вот я в свое время, я уже тебя там к этому времени там горшку приучал, а у тебя все там в памперсы ходит, смотри, там попа красная, ну и всякое такое, и чтобы этого не было, потому что, к сожалению, мы видим, что это зачастую приводит к тем или иным проблемам, потому что мама как-то начинает присматриваться чрезмерно, чрезмерно начинает тревожиться, и ребенок начинает на это давать отклик в форме, к сожалению, болезни. Очень многие вещи становятся понятны родителям с появлением следующих детей, иногда они взирают на себя несколько лет назад даже с улыбкой. Темкин! Тема – это наш третий ребенок в нашей семье, я вспоминаю себя, какая была с Полиной и какая сейчас стала с Темой совсем две разные женщины. С Полей я была более, наверное, нервной, шебутной и переживательной мамой, которая тряслась по каждому писку, наверное, ребенка, то есть ночью я это было, каждый шорох, я вставала и смотрела, что ж с ней. А с Темой более спокойная, ну кряхтит, значит, животик, ну ничего, погладила, и дальше спим, либо вот так положила ручку в кроватку, и дальше спим, и все спокойнее. То есть, когда я уже проснулся, я его начинаю кормить и без проблем. Поле мы купали в кипяченой воде. Нам бабушки сказали, что это обязательно. Ну, мы поверили, обязательно, значит, обязательно купаем в кипяченой воде. мы очень тщательно подготавливались к этому моменту купания. Нам сказали обязательно на кухне мыть. Почему-то сказали на кухне. Мы поставили два стула, поставили ванночку, накипятили кучу кастрюли к кипяченой воде. Муж у меня уже сам просто как из бани был. Напарили кухню, то есть там был такой пар прям выходил. Все раздели, принесли, искупали, также накутали. Пришли в комнату, привели, принесли ее. Там тоже напарили мы прям обогревателем, положили, надели ее, укутали ее, прямо надели ей носки теплые. Думали, что ребенок мерзнет. А когда на суждение пришел педиатр, сказал, что у вас здесь так жарко, вы ребенка просто запарите таким образом. А с тем, наоборот, его закаляем. У нас все открыто, спокойно, моем уже в обычной воде. набираем водичку. Девочки помогают у нас. Мы, наверное, боялись с Полиной первые три месяца куда-то вообще, в принципе, выезжать. Не такие мобильные были. Потом мы, конечно, успокоились. Мы даже на море с ней съездили в девять месяцев. Но первые три месяца это было очень как бы боязно. А с Темой мы уже, наверное, я вышла из роддома, на следующий день мы уже пошли гулять и в гости там ездили. Такое ощущение, что он с нами уже был все время и всегда. К нашему разговору присоединились родители уже подрощенных детей и многодетные родители. Вот, Анна, наверняка все не поместилось в сюжет. Наверняка вы за собой наблюдаете еще какие-то изменения. Да, наверное, есть. У нас есть собака, которая, скажем так, она нянчила на старшую дочку, скажем. и как говорят, то, что если ребенок поел из миски кота, значит, это уже проблема кота. Но у нас собака. И я вспомнила такую ситуацию со второй дочерью, когда смотрим, что-то как-то притихли все. Где же, куда? А у нас младшая дочка, ей где-то было года полтора, она сидит под столом, вместе с собакой из ее миски дает ей, себе, и все прекрасно. То есть им было все комфортно и хорошо. Вас это в тот момент привело в состояние ужаса? И что нужно скорее у ребенка это все отнимать, вести ее в больницу, промывать желудок? Нет, наверное, такого же ужаса не было. Вот с Поли было, просто с Поли это была все время паника. А с Дашей я уже как-то спокойна уже. Случается ли вам инструктировать каких-нибудь свежеиспеченных родителей и передавать им уже свое спокойствие? Да, есть. У меня есть подруга, которая вот буквально неделю назад родила. Как часто она вам звонит? Ну вот мы каждый день с ней списываемся, обязательно у нас с ней связь, мы можем даже ночью с ней списаться, если вдруг что-то. Какие вопросы у нее возникают? Ну, первый был вопрос, это вот последний вопрос был такой, то что вот пупок уже отваливается, что с ним делать? И что с ним делать? Ну сейчас, в данный момент, это только обработать его перекисью водорода и все, больше ничего делать не нужно. Он отвалится, подсохнет, и все нормально. Вот. Когда купать? Ну, я, например, вот чисто по себе купать, когда пупок лучше отвалится, например. Вот мы начали там... Как сейчас смотрят на этот вопрос современной медицины? На самом деле, пупочная ранка ничем не обрабатывается, если это не требуется, если нет инфекционных каких-то поражений кожи вокруг, либо загноилась эта ранка, да. Если она сухая, без каких-либо изменений, то обработка сейчас ранка не проводится. А купать можно? Купать можно. На следующий день, после прибытия из роддома, ребеночка нужно искупать, для того, чтобы осуществлять регулярно гигиенические мероприятия за кожей, и кожа таким образом будет выполнять свою основную роль защиты. А еще молодые родители интересуются, нужно ли ребенка мыть с, ну, какой-то специальной пенкой, если да, то как часто? Если проблем с кожей нет, да, то есть это ребенок не аллергик, без атопического дерматита, то для гигиенических процедур требуется простая проточная вода без использования мыльных средств. С мылом мы моем ребеночка один раз в неделю, чаще не требуется. Ну, с другой стороны, и логично, он же еще не успел испачкаться в песке и в грязи изваляться. Мы можем обратиться к тем родителям, которые уже подрастили детей. Ален, сейчас вашему сыну уже почти год, и вы можете вспомнить, какой он был при рождении, что вас тогда пугало, смущало. Самый первый месяц, какие у вас были основные вопросы? Удушья во сне, вот это вот самый главный страх был. То есть вы тоже проверяли, вы из тех мам, которые ходили с зеркальцем. Я не спала вообще ночами, я постоянно смотрела, у нас кровать была вообще пустая. То есть вот нельзя, чтобы в кровати были игрушки, нельзя, чтобы в кровати были подушки. Только спальный мешок и пустая кровать. Все. Только так мне более-менее становилось как-то поспокойнее и полегче. Кроме этого? Кроме этого были страхи с лактацией. Получится ли мне кормить вообще его грудным молоком или нет? Первые, наверное, четыре дня в роддоме было все хорошо, все прекрасно. Он спал, красота, все хорошо. приезжаем домой, начинаются крики. Что это? Ну, мы не знаем. Почему ребенок плачет? Все, нам страшно, мы не понимаем. Мы звоним педиатру, мы вызываем педиатра. Он говорит, что все в порядке, все хорошо. Просто первое время ребенок адаптируется к внешней среде, а далее он уже просит покушать, поменять подгузник. То есть это, в принципе, в априори, в природе ребенка так заложено. С грудью были проблемы, то есть ориентировочно где-то меньше месяца, наверное, даже прошло. Мы не могли откормить, он не брал грудь, мы ссаживали молоко, потом смешанное было, а потом вовсе на смесь перешли. Грудное вскармливание это вопрос еще тот. Сейчас, лично для меня, я понимаю, что у всех ситуация бывает по-разному, лично у меня вызывала прям вспышки ярости и гнева, фразы, которые мелькали везде вокруг от консультантов по грудному вскармливанию. Грудное вскармливание равно боль. Когда я не могла приложить ребенка к груди, просто по пять минут оно мне плакало на руках. Простите, равно боль или не равно? Они говорят, не равно боль. То есть не должно быть. Не должно, да, не должно. Это нормально и должно быть комфортно? Да, должно быть комфортно, никакой боли вообще быть не должно. Да, у меня после роддома, наверное, через недельку, может полторы, начало очень сильно это вызывать болезненность. У меня ребенок плачет. Не сразу? Не сразу. Да, какое-то время прошло, она вот у меня плачет на руках 5 минут, а я не могу, я в испарине сижу, я не могу приложить ее к груди, потому что я представляю, какая сейчас у меня будет боль. 2-3 недели прошло, и это все просто само по себе исчезло. То есть нужно было просто переждать. При условии, что все консультанты мне твердили, с которыми я общалась, что прикладываю я правильно. То есть, потому что сразу первые они говорили, все неправильно, сейчас мы поработаем, и все изменится. И зачастую, мне кажется, мамочки начинают себя винить, что вот, я не могу выкормить ребенка, это такое самоедство начинается. Мне здесь очень помог муж. Я как раз все хотела сказать, очень часто тут у нас мужчины говорили про помощь, это неоценимо, когда муж тебя поддерживает, не когда там бабушки начинают своим. Чем же он помог? Что он сказал? Что он сделал? Он дал мне свободу выбора. Он, во-первых, меня поддержал, когда он увидел один раз, как я в слезах просто сижу с ребенком на руках, она ревет, я реву. Он мне сказал, что давай, сделай паузу, давай там поцеживаешься, давай смесь дадим. Как тебе помочь, чтобы тебе стало легче? Не мучай себя, вот просто сделай так, как тебе будет легче. Вот. И это было неоценимо, потому что я понимала, что вот мне они тюкают, меня вот не говорят, что а, что ж ты за мать такая там, выкормить не можешь. Потому что мои подруги сталкивались с таким, и от папы, и от бабушек, от многих. Вот. И когда это все переросло, я сейчас обожаю кормить ее просто. С ужасом вспоминаю те несколько недель, вот. Но их просто нужно было пережить, и все. Почему такое может быть, и как помочь? Адаптация груди, адаптация ребенка, женщины. Для всех троих это все новые процессы, да? И психологические, и физиологические. Для этого, конечно же, всегда требуется время. То есть так бывает? Бывает. Ни почему, ни потому, что кто-то что-то делает неправильно. Ну, никто бы не кормил по два года, по три года, если бы это вызывало столько мучений и страданий. Если женщины столько кормят, да, там, кто-то год, кто-то два, кто-то даже три есть женщины, которые долго кормят, то, значит, это комфортно, это удобно, это приятно, и это устраивает всех участников этого процесса. Прежде всего, надо позвать консультанта по грудному вскармливанию лучше еще в роддоме. То есть посмотреть, скажите, вот я правильно прикладываю, вот в какой позе лучше кормить? Найти эту позу с ребенком вместе. Вот. И в дальнейшем, конечно, это самая большая ваша близость. Ну, о пользе грудного вскармливания столько сказано и написано, плюс это действительно ваша и психологическая близость. И когда кончается грудное вскармливание, конечно, вот этот самый счастливый такое взаимопроникновение с ребенком, вот оно заканчивается. И поэтому вот этот процесс, он, конечно, нельзя его переоценить никак. Так что грудное вскармливание лучше, наверное, что могла природа придумать. Вопрос, который касается и процесса родов, и первых дней жизни младенца, и грудного вскармливания, это перегрузка психики женщины. Потому что на самом деле многие факторы, они заложены природой. И очень важно, чтобы это все сработало, чтобы психике ничего не мешало. А зачастую, к сожалению, будущие мамы, они настолько перегружают свою психику разной информацией, что вот эти процессы, которые заложены, которые естественные, они настолько нарушаются, настолько вот этот уровень тревоги, уровень сомнений, уровень конфликта тех или иных теорий в голове смешан, что уже чисто физиологически прислушаться к самому телу у женщины не получается, потому что ее голова занята совершенно другими факторами. А так причин, конечно, к сожалению, очень много разнообразно. У меня муж всегда говорит, все предусмотрено заводом изготовителя. Да, да, да. И наша задача на курсах именно не перегрузить психику и дать возможность женщине, чтобы у нее запустились процессы и в период родов, и в послеродовый период, и ничего этому не мешало бы. Давайте прямо сейчас, может быть, вы постараетесь вспомнить, чем была перегружена ваша психика и что вам помогло. Я просто читала все подряд. Если у меня там кальнуло где-то, когда еще была, ходила беременная, там еще что-то, он сказал, говорит, я тебя отключу. Потом, когда родилась Поля, я тоже ночью не спала, потому вот я, наверное, месяц вообще плохо спала. Когда педиатр пришел как-то, у меня глаза были такие сумасшедшие, я не спала там вообще уже почти месяц. Она, что с вами? Я говорю, я не сплю, я слушаю ее дыхание, и вот у нее колики, живот все время. То, что сейчас делает Антон, то, чем он занимается. И она сказала... Можно ли, кстати, как-то научиться... Колики, они будут. Вот сейчас, в данный момент, уже Артему вот два месяца, и он сегодня спал с 11 вечера до 5 утра. Я проснулась уже сама, потому что мне уже нужно было кормить. Это победа. Это победа, да, это хорошо. Ну и плюс подгузники, конечно, тоже они влияют. Конечно, хорошие подгузники дают себе. И еще я вот по себе поняла, что с первым ребенком я была категорично не давать соску, еще что-то. Сейчас, в данный момент, я могу дать соску, потому что иногда это тоже помогает, когда от коликов. Даже мне вот так сказали то, что... Ну, действительно, он пососет чуть-чуть соску, ему беспокоен. То есть сам сосательный рефлекс. Конечно, не всегда нужно давать грудь, не всегда это нужно давать. Он не всегда хочет есть, он наелся уже, зачем ему опять ее давать. Еще было такое, что не носить на руках, а то привыкнет к рукам. Тоже это было в интернете. Я всегда читала, смотрела мамские форумы, а потом поняла, ну как это не носить на руках, ну это такая прелесть, они такие маленькие, так быстро растут, что уже потом... Уже не поносишь, у меня восьмилетняя принцесса моя бегает, я уже не могу поднять на руки. А сейчас я наслаждаюсь тем, что я ношу часто на руках Артема, там с ним вот рядышком, это очень прекрасно. Поэтому надо этим наслаждаться, пока это есть возможность. К счастью, мне кажется, современная теория привязанности, она говорит как раз об обратном, что чем больше младенцев носят на руках, тем более самостоятельными они становятся во взрослой жизни, потому что они набирают от родителей то, что им необходимо, вот это внимание, чувство близости. И потом, становясь старше, им уже не нужно дергать все время кого-то для того, чтобы это внимание получить. Они достаточно наполнены этим вниманием мамы и папы. У нас ситуация была, что до рождения нашего ребенка, мне кажется, все, что я слышала о семьях с детьми, это о том, что это будет очень шумно, очень бессонно, очень нервно. И я могу сказать, что это меня пугало, потому что страшно окунуться в это. И я могу сказать, что так бывает не всегда. Дети бывают разные, и не обязательно они будут орать, не обязательно они будут не давать вам спать. Вот, можно проспать всю ночь. Да, это разовая акция, не надейся. Но, тем не менее, как бы бывают, и выспаться можно нормально. Да, да, то есть они абсолютно разные, и это не значит, что будет постоянно какая-то паника. Еще мне всегда говорили, что нужно будет обязательно соблюдать полную тишину в доме, потому что иначе ребенок будет просыпаться, не будет спать. Невозможно это. Ну вот у нас, например, сейчас она прекрасно в студии поспала, ничего ей не мешало. А когда есть несколько детей... Они бегают, они, да, играют. Ну как, чтобы ребенок был рост в полной тишине, это вообще невозможно. Я, наверное, хотел для себя подытожить и сказать, наверное, своей жене. Ксюша, я послушал здесь мнение экспертов, мнение мам, у которых есть дети, у которых только будут дети. Я теперь тоже стал небольшим экспертом, и побольше спокойствия, все будет хорошо. Да, все будет хорошо. Все это проходили, и чем больше спокойно, тем лучше и мне, а главное ребенку. Это точно залог успеха. Похоже, мы сейчас вместе с нашими гостями вывели формулу идеального родительства. Спокойствие, только спокойствие, и все будет хорошо, все уже хорошо. У вас есть малыш. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова